Всем привет дорогие друзья, с вами дядюшка Розе. Вы наверное задаетесь вопросом, стоит ли играть в Lineage 2 Mobile в 2024 году? Я должен был записать такое видео, выразить свои мысли про данную великолепную просто умопомрачительную игру, где донат превыше всего, без доната ты никто. К сожалению такой лозунг у Lineage 2 Mobile, я говорю что стоит играть по одной лишь причине, то что тут перепродаются чары на черный рынок, так назовем, за это не банят. Ну я точно не знаю ни одного случая бана, хоть это как бы по политике игры запрещено, перепродажа, но пока за это не банят, можно перепривязать чары с телефона на почту. Постоянно живые игроки получаются. Второе это RMT, то что в эту игру привлекаются люди, так сказать, зажиточные, то тут очень неплохо ребята RMT шат, которые держат фирмы там хотя бы 5 окон. Если не вникать, то там пивко с сухариками раз в недельку вы будете употреблять за счет Lineage 2 Mobile. Ну это я так образно говорю. Про что еще хотелось бы поговорить? То что в этой игре есть автобой, она мобильная, есть трансляция с компьютера на телефон, то что вы 24 на 7 можете онлайн наблюдать за своим персом, там выставлять дейлики, проходить данжи, активности, квесты. Но к сожалению, к огромному сожалению, чтобы кайфануть в эту игру, нужен перс 450 дефа примерно. Деф, ну там и все остальное, урон и точность. А такие персы стоят от 1000 баксов и выше. То бишь сами понимаете, что вы ищете в этой игре. Вы, к примеру, можете там купить ферму из 5 окон, там где-то 25 тысяч грены, да, скажем так. Хороших окон, которые будут тянуть там некоторые аденовские локи, уроновские локи. Но эта ферма вам окупится, чтобы так сказать, сейчас синька там по 12 алмазов, по 11, ну 10-12 алмазов. То бишь такое окно будет выбивать вам, ну 10 синях в день. Бывают разные синьки, если вы еще включите мозг, начнете точить эту синьку, да, которая там есть безопасная точка, и вы, если не безопасно точить, то вы можете сломать вещь. Но если она заточится, ее можно продать дороже, к примеру того. Одно окно такое 5000 гривен, оно окупится за месяц вам. Я таким не занимаюсь, у меня есть два окна, вот видите, перс мой. Кто-то говорил, что я купил нового перса, но нет. Мне очень помог подписчик, который уходил с игры и подогнал мне окно. Окно 70 уровня, да, там метеор, шквальный удар, тоже мах. Я бурю еще докупил на него, то бишь окно мне фармит примерно 10 синяк в день. Но я ее не точу, не продаю, я ее использую в алхимию. Вот видите, да, это все я достал с алхимии. Вот прибыли тут, где-то у меня получается, я там трачу 1к алмазов, да, прибыли с алхимией у меня 2к алмазов. Вот делите напополам, где-то 18 тысяч алмазов. Просто на алхимии покручу 2 часа в день через день, не напрягаясь. Надо выучить рынок, какие ценные предметы и все такое. Но так как я не РМТ, что я вкладываю в основном дядюшку Розе, очень много трачу алмазов именно на точку красной бежи, потому что хочу выйти на фиол, это своя гача с алхимией. Там уже море видео вышло. Дурни-люды, как у нас скажут, выпускают бесплатный контент, который нельзя в открытый доступ где-то за алхимию говорю, учить людей. Потому что цены демпятся, они себе как бы во вред это делают, но они этого не понимают. Дурни-люды. Вот я рассказываю про алхимию, у меня есть подписка на канал, стать спонсором можно на канале дядюшки Розе. Я там рассказываю про алхимию, отвечаю на вопросы в группе Дискорд, тоже в описаниях под видео, заходи там, спрашиваю, что тебя интересует. Если ты спонсор канала дядюшки Розе, там есть скрытый раздел, где ты можешь задавать вопросы, и я тебе отвечу, как я думаю о том или ином действии, и что как бы, как я реально думаю, потому что я не все рассказываю, потому что только дурак все рассказывает. А, да, кто-то сказал, что я купил чара. Нет, это дядюшка Розе, подгон окна от подписчика я рассказал, я вытянул две фиолки. Чтобы вы понимали, на тот момент фиолка стоила 30к алмазов. Первую фиолку я продал, вторую фиолку я вытянул, это став, который на мне сейчас, очень крутой став, оставил его из-за того, что тут шанс тройного урона, за счет заточки на 7, 10%. И статы, там крит атака, увеличение урона от умений, шанс аномального, ну такое, кошмарить сразу самое то. Хочешь поиграть в Lineage 2 Mobile, это очень крутая игра в своем казино. Но чтобы прочувствовать весь смысл и кайф игры, тебе нужен персонаж 400 дефа, это дорого стоит на данный момент. И не факт, что ты там купишь его сейчас за одну цену, на непонятных ресурсах, то и продашь его там подороже. Но если ты в него не будешь вкладывать, ты его не продашь подороже, потому что он подешевеет через время. Потому что таких чаров будет становиться больше и больше. Потому что в донат, в магазин будут добавляться все вкуснее паки, и это будет все удешевляться, фиол будет становиться все дешевле. Самое, наверное, то, что останется дорогим, это коллекции, да, коллекции, коллекции вещей. Еще мы не видели два класса, да, это пушка и топоры. В основном контент завозят для ребят с 450 дефа и выше. Для таких, как я, наслаждайся, крути алхимию. Где-то в ПВЕ-клане, там на клан РБ ходи, там клан Олимп, такое там общение в Дискорде, в клановом чате, там в мировом чате, да. Можно побегать по ПК-шить фермы, тоже очень прикольный чарт для этого, чтобы там в АД не где-то фермы по ПК-шить, очень круто. Чем я и займусь, когда придет трансфер, я вернусь обратно на Леону Вторую, всех обидчиков, которые меня нагрубили, на которых у меня зуб, да. Но это будет на трансфере. Не знаю, задавай вопросы, заходи в Дискорд, пиши свои комментарии, ставь лайки, напиши, во что ты играешь, что ты ждешь, твои эмоции вообще от происходящего в этом дреном продажном алчном мире, который идет в Тартарары. Давай, с тобой был твой друг и игроман, дядюшка Розе. Всем до новых встреч.